в студии обозреватель александр гришин у нас сегодня очень интересные гости это люди которые были политиками 25 лет назад когда некоторые слушатели еще на свете которые как бы перестали в силу разных причин быть политиками а сейчас они опять хотят быть политиками сергей борисович танкевич который ходил в предвыборный штаб бориса ельц в 1991 году и виктор иммунцевич алкс низ который был и остается наверное таким идеологическим противником сергея борисовича станкевича народный депутат сср потом депутат государственной думы с 99 по 2007 годы а сейчас он глава нет уже не глава уже не глава уже распустили совет уже распустили об этом это же полюсу разогнали вот ну а сергей борисович виктор иммунцевич собрался идти по одномандатному округу государственную думу а сергей борисович входит в политсовет партии рост но он не жалит не в политсовет вхожу я председатель комитета по международным связям партии роста это партия борисович но сергей тоже был на дороге до ссср был он был и в госдуме тоже был один из лидеров но вот что я хочу сказать смотрите мы всегда были оппонентами принципиальными трудно найти вопрос по которым мы бы сходились но вот в то время идеологические разногласия и очень жесткие споры не переносились на человеческие отношения мы неизменно относимся к другу корректно из персонального я могу это подтвердить действительно невзирая на то что он мой оппонент я райска но мы с ним нормально сожалению вот это этот стиль он не пережил не пережил время не пережил господа товарищи поскольку я так понимаю вы сохранили коммунистические убеждения левые назовем левые я не член компартии господа товарищи 25 лет назад 26 лет назад была принята резолюция о государственном суверенитете декларация о государственном суверенитете российской федерации 20 через год ровно через год день в день 25 лет назад стране прошли первые выборы президента рсфср в россии прошли первые выборы до на которых борис ельцин одержал победу в первом же туре и шести кандидатов сокрушительных шести парк тогда же выбирали президента вице-президента вот с ельцином шоу русской от коммунистов был выставлен николай рожков для того представитель совета министров сср вместе с ним лиц президентом шоу борис громов паре ну а остальные вице-президент у остальных кандидатов я думаю можем их назвать это владимир вольф жириновский это началась его блестящая политическая карьера это аман сулеев ныне губернатор кемеровский это письменный лидер лдпр и бессменный кандидат президенты владимир вольф жириновский альберт макашов и если я не ошибаюсь владимир бакать для вадим владимир бакать а вот ну про четверку говорить не будем они там где-то на уровне уже статистической погрешности но почему почему ельцин победит вот тогда с таким результатом вот вы думали наверно вы вообще в предвыборном штабе я был даже заместителем председателя предвыборного штаба по идеологии штаб возглавлял тогда геннадий бурбулис это были уникальные выборы потому что они делались абсолютно без денег на голом энтузиазме десятков тысяч энтузиастов и волонтеров особенно запомнилось ведь тогда невозможно было скажем доставить куда-то листовки печатные интернета еще не было все-таки печатная продукция нужна была и вот отпечатанные в типографии листовки привозили в аэропорты и пилоты брали с собой в кабину пачки которые летели допустим на дальний восток а там активисты их встречали в аэропорту и пилоты им отдавали эти пачки вот таким образом разводили а кто мог за что платить все эти на каких-то принтеров научных институтах на этих игольчатых еще принтерах какие-то маленькие такие листовочки на расклейку и на раздачу из рук в руки распространяли младшие научные сотрудники потом раздавали в метро до вместо того чтобы заниматься наукой может быть я подозреваю что даже в рабочее время потом раздавали все это в метро и на автобусных остановках вот так была избирательная кампания и надо сказать что голосование в основном ну не секрет да это голосование было колоссальным авансом это был аванс надежды связаны тогда с борисом на мой взгляд ситуация такова что наше общество до этого в течение ну семидесяти лет почти находилась в области когда в стране которой было монополия на истину монополия на власть одно политической силы и наши люди они были там так ограничены в возможности вы рассказать свое мнение но это была горькая реальность тех дней и вдруг перестройка вдруг выяснилось что можно говорить все что ты хочешь ты можешь выдвигать любые самые сумасбродные идеи предлагать вообще получать доступ к средствам массовой информации вы появляться на экране телевизора выступать с весьма неожиданными заявлениями появлялись кумиры которые буквально там за одно выступление по телевизору там уже становились известны в своей стране страна помешалась на политике в тот период я бы так сравнил это с тем что вот молоденькую наивную девочку которая воспитывалась в семье с очень строгой в монастыре да в монастыре и вдруг и вдруг она оказалась и набал да даже не набал а скажем она оказалась на тверской бардель на третий бардель но она-то думала что не набал вечернем на вечерний тверской скажем так вот в районе то в центре вот эта наивная девочка до монастыря вдруг оказалась вот кругом реклама тут все столько соблазна все и наша страна на это купилась чем ельцин областил страны ну во первых он не был мягко говоря новичком в политике он прошел все этажи и иерархии в коммунистической партии он возглавлял обком не последний свердловский коммунистической партии его сама же партия и центральный комитет перевели в москву он стал первым секретарем московского горкома партии это очень серьезная позиция он тут навел сразу ужасно бюрократов тем что и номенклатурщиков тем что начал их преследовать за привилегии он ездил в общественном транспорте он заходил в магазины неожиданно и лично там покупал всякие продукты и пытался их пробовать но это произвело потрясающее в то время впечатление вот сейчас мы можем конечно иронизировать ха-ха популизм и так далее но тогда народ действительно реагировал я лично могу сказать что когда ельцин в восемьдесят шестом году стал первым четырем горкома партии я пошел и написал заявление в компартию и восемьдесят седьмом году вступил вот под просто под влиянием вот этой этой мощной личности а он еще и выступал очень радикально он требовал перемен он требовал движения вперед вот так сказать не случайно он не то что он какими-то какими-то завиральными идеями он горил совершенно реальные вещи которые в общем всем были знакомы и всех волновали так что я думаю не случайно народ сориентировался на ельцин не случайно его поддержал но что важно здесь было важно как среагирует система вот вся эта политическая тусовка как сейчас говорят да которая там варилась были московские клубы питерские клубы такие где интеллигенция собиралась и обсуждала перестройку уже объявленную перестройку она так бы и осталась клубной активностью вот если бы не ельцин не упал нам вдруг на руки потому что коммунистическая система его не спровергла за его радикальные идеи даже чубайс бы там остался сидеть остались бы мы в питере и москве поскольку его выгнали отовсюду он упал к нам на руки приехали его люди к нам на юго-запад москвы сказали вот борис николаевич значит в сложном положении сильно переживает значит всеми брошен никто ему не звонит и так далее надо помогать значит и мы начали ему помогать и уже и через год после своего неспровержения через год он уже успешно участвовал в избирательной кампании понижение это вы имеете ввиду народные депутаты когда его замы председателя замки но его выгнали со всех партийных постов и вот я считаю что как раз вот вот изгнание его политического олимпа советского и привело к тому что на мой взгляд все-таки в основу всего он положил отнюдь не желание там действительно улучшить жизнь стране там или что-то сделать позитивное отомстить реванш до реванш добиться политического реванша и вся его последующая жизнь или по крайней мере этот начальный период был посвященному добиться реванша отомстить горбачеву и я так понимаю что ранее похоронить я вспоминаю это знаменитая сцена когда после гкчп в здании в белом доме в зале заседания верховного совета россии ельцин горбачева тыкал носом на трибуне а вы подпишите этот приказ вы сделаете это и я понимаю что то и в тот момент он понял что он добился всего он унизил публично причем если его унизили ну скажем так ну не публично то есть ну сняли сняли а тут он публично отомстил за все но к сожалению вот эта месть его она привела к тому что в итоге мы потеряли страну и момент все таки вы знаете вот тогда момент личного противостояния очень значительный но все сводить это колоссальное по значению исторические события только к тому что поссорился борис николаевич с михаилом сергеевичем невозможно нельзя к этому свести процессы были гораздо более значительные серьезно они типа вместе тогда типа вышли все писали о ельцин горбачевым обнявшись вышли типа это самое а ведь ельцин его просто выводил ельцин выводилась политики у вас прозвучала сергей борисович очень классная фраза которая мне кажется объясняет да изгой да так сказать обиженный народ любит обиженных но у вас прозвучало словосочетание которое объясняет первый мощный толчок его популярности борьба с привилегиями обозначенные декларируемые ну слушайте неужели людям которые его окружали не было стыдно за то что он проезжал там две остановки на троллейбусе показушно да выходил из машины а потом приезжал до массовета показушно две остановки на троллейбусе вот вот как это вот тогда не казалось уже что это не искренне что это на нас запрос на перемены был настолько колоссальный что даже вот такие пусть даже и ограниченные моменты они все равно производили впечатление но кроме того он же и призывал довольно к серьезным переменам в стране к тому чтобы там идея хозрасчета тогда помните такое слово хозрасчет предприятия должны переходить на хозрасчет идея аренды аренду нужно развивать он же тогда кстати в москве открывали ярмарки выходного дня и сейчас это же с него пошло и он начал приглашать туда приезжайте и торгуете в москву помогайте преодолевать продовольственный дефицит то есть нельзя сводить бориса николаевича ельцина вот к такому какому-то поверхностному популизму что еще было важно система огромная бюрократическая партийно-бюрократическая система на него реагировала не так как вот на кучку интеллигентов там чего-то где-то в клубе у себя обсуждающих тысячи бюрократов партийных и государственных смотрели как на своего да он опальный но как знать но он наш но он нас он подает сигналы я свой он же вырос среди нас а как знать а вдруг он завтра действительно будет возвращен на самый верх и вот на всякий случай а давай-ка мы будем к нему лояльны думали тысячи бюрократов а вторые секретари не поэтому ли поддержали бориса николаевича чтобы свергнуть первых так вот я как раз хотел по поводу этого сказать что ведь действительно ну горбачев восемьдесят девятому году уже ну ну все прекрасно поняли что это балаболка это призывы укреплять наращивать перестройка больше социализма больше демократии и прочее 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 реально за этим ничего не стоит дела в стране ухудшаются а горбачев уже ну превратился в человека который вызывал мягко мягко выражается раздражение и в этой ситуации конечно все и в том числе ну скажем так я даже да хотя я признаюсь я с первого дня уже относился к нему крайне недоверчиво и началось это с того что когда меня избрали в восемьдесят девятом году в марте народного ссср я приехал сразу еще не до первого съезда я приехал в москву специально чтобы повидаться с Ельциной потому что ну я только читал то что официально проходило я не имел контакт ну разговоры какие то но реально что это человек изгой которого вроде бы за что-то наказали а так ли был прав горбачев что он его наказал я поехал полетел первый раз как депутат избранный депутат еще до открытия съезда полетел в москву пришел в госстрой на пушкинской ну предъявил временное удостоверение депутата я вот хочу попасть пожалуйста пожалуйста поднялся там я уже не помню какой там был этаж приемную я там сижу мне сказали да он сейчас нас принят и вдруг из кабинета Ельцина выходит делегация народного фронта Латвии мои ну враги которые готовили выход латвисты и Ельцина так очень ласково очень хорошо да мы с вами будем бороться вместе за победу демократии и прочее 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 я стою ошеломленный то есть для меня это конечно был удар это был апрель восемьдесят девятого года когда вот я впервые это увидел я сразу уже зашел к нему в кабинет уже как опущенный потому что ну как человек я так считал так что ну был наивный человек считал что в москве ну скажем так русские по национальности по крайней мере большинство это сторонники ну сохраняя единство России не может русских предавать да русский человек не может выступать за уничтожение своей страны и вот да он может быть демократом либералом фашистом кем угодно но но он должен быть ну русским ну это его огромная страна да и тут когда я увидел что из человека которым я в принципе летел чтобы убедиться ну просто переговорить и поскольку он депутат я депутат я видел всю опасность для страны да 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 просто и чтобы убедиться что это тот тот человек которого можно поддержать и вот тогда у меня произошло полное срыв покров я ошламленный уже с ним разговаривал ну а что он вам сказал а он просто я ему рассказывал что так и так что латвия будет уходить из союза ну он сказал ну вы знаете это мне кажется это вы преувеличиваете этого не будет никогда потому что там же умные люди вот у меня только что была делегация они же все прекрасно понимают что без россии они никуда не денутся так что ну там есть конечно некоторые экстремисты но на самом-то деле это наши союзники это люди которые хотят в стране чтобы был порядок демократия и прочее прочее я его слушал и говорю это идут власти ну по сути дела националисты агрессивного причем толка и а он мне нет нет это вы драматизирует на самом деле нет я считаю что мы сейчас должны объединиться вместе да даже латышские националисты мы вот вместе должны с ними объединиться чтобы вместе вот навести ну воборот тоталитарный режим который вот на протяжении я сижу на него смотрю ну как то есть ради уничтожения режима уничтожить государство я считал это неправильным и я вышел тогда от него ну крайне разочарованный и понял что его нельзя ни в коем случае поддерживать игорь но с другой стороны и горбачев тоже я видел горбачева что он из себя представляет ну мемлил не нашими я думаю что большинство тех самых трех секторей у меня другая точка зрения тоже тоже смотрели на это на две эти фигуры и как мне кажется из зол выбирали меньше и в конце концов политическая элита РСФСР подчеркиваю РСФСР решила сделать ставку на Ельцина потому что да они с кем так поняли что Ельцин конечно не будет бороться за союз а скорее наоборот что он развалит его да он его развалит но с другой стороны все думали о том что ну куда они денутся с этой подводной лодки что все равно все приползут в Москву на коленях будут проситься чтобы им дали нефть газ и прочее прочее и все потихоньку восстановится а сейчас пока можно из всех отпустить ну и поддержать Ельцина понятно Сергей Борисович у вас другая точка у меня другая точка зрения во первых связана с тем что все таки Советский Союз но сейчас то мы можем уже с позиции сегодняшнего знания об этом рассуждать конечно Советский Союз был проектным государством то есть государством создано под конкретный проект коммунистический нужно было построить коммунизм в одной отдельно взятой стране и впоследствии распространить коммунизм сделать международную систему социализма да и потом по всему миру распространять этот проект вот под этот проект и была выстроена вся эта властная колоссальная бюрократическая машина вертикаль когда проект зашел в тупик увы начало рушиться и проектное государство вот вы сейчас попробуйте я просто я это видел чувствовал но потом я все таки был неплохим уже тогда аналитиком а сейчас оглядываясь назад с позиции уже и международного это но я абсолютно уверен что был полный тупик в чем он зашел в тупик значит в чем коммунистический проект зашел в тупик в чем зашел в тупик вы серьезно об этом спрашиваете это большая философская не нет секундочку мы сейчас говорим о значит он зашел в тупик тем что это было проектное государство заточенное под коммунизм значит нет 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 извините не надо ну как да какие теоретические фразы какие теоретические фразы все эти республики что вместе что вместе не нет нет секунду и в развитии экономики тоже что вместе должно было удерживать таджикистан с эстонией что должно было их между производственные кооперации к примеру когда вот например сейчас хвалят украинцы хвалятся своим нашим она была эта производственная наша мрия если и от ташкентского авиазавода и до санкт-петербурга и до белоруссии этот самолет мрия более ста предприятий с разных республик занимались тем что они участвовали в создании самолета ан-225 мрия а это обязательно предполагает существование в одном государстве конечно а находясь в разных государствах один самолет нельзя делать вы знаете ну вот нельзя например испытывать я не знаю новые виды вооружений в чужом государстве с вооружениями да но хотя и сейчас но мы делаем мы зато мы делаем тойоты зато мы делаем volkswagen да они обязательно сосуществуя с германией в одном государстве или с японии значит вот давайте не путать одно с другим с китаем с китаем тоже самое делают тойоты volkswagen и больше чем у нас замечательно не находясь в одном государстве при этом все правильно таким образом союз мог быть мог быть добровольным добровольным да на общем интересе экономическом да но он должен был быть по прямому воле и изъявлению граждан собран а он к сожалению был собран иначе а почему войну почему почему войну вот эти все так называемые колонизуемые народы сражались на фронте почему это что блестящий вопрос блестящий потому что вы ответили на мой вопрос я спрашивал что могло объединить таджиков таджиков кроме того объединило то что например россия даже карл маркс который известный русофоб да известный русофоб но даже карл маркс говорил о том что россия сыграла огромную цивилизаторскую роль в средней азии ну и замечательно то есть мы принесли туда цивилизацию в среднюю азию мы провели индустриализацию прибалтики и других союзных республик и все это делать общими усилиями вот эта сказка о том что вот советский союз хотел построить коммунизм во всем мире извините это закончил в тридцать седьмом году вы хотите сказать что я хотел нет конечно потому что то есть все съезды включая последний лгали на эту тему нет извините я думаю что брежневу брежневу да задача построения коммунизма во всем мире не стояла уже при брежневе стояла задача построения развитого социализма да я помню но в перспективе коммунизма все таки Сергей Борисович зачем нужен был развитой социализм как ступень ступень к последующему коммунизму все равно это были международное коммунистическое рабочее движение которое бесконечно поддерживалось деньгами собранными с наших граждан Сергей Борисович по специальным каналам наличку забрасывали мне потом рассказывали как коммунистическим партиям вы знаете как коммунистическим партиям деньги забрасывали да а сейчас как листовки Ельцину понимаете в том числе в том числе в том числе в том числе гораздо интереснее вот примерно в этом смысле значит это был полнейший тупик можно было спасти Советский Союз на новой основе можно было что мы сейчас из того тупика вышли на широкую цивилизационную дорогу мы сброси мы вышли из тупика девяносто первом году сбросили социальные гарантии это другой вопрос хотя давайте Давайте мы договоримся, о чем мы говорим. Мы говорим о Союзе или мы говорим о социальных гарантиях? А социальные гарантии в Союзе были, они не отменены. Были, были. Они не отделены от него. Скудные, но были, согласен. Но были довольно скудные. Какие скудные. Я, парень из деревни, я поступил в МГУ на факультет журналистики. Ну, замечательно. А вот сейчас из той деревни, в которой я был. Замечательно. А тут никто не поступил даже в областной пединститут, понимаете. Были огромные социальные лифты. Все-таки не проблема сейчас получить высшее образование. С качеством проблема. А с доступом к высшему образованию на каждом шагу по ВУЗу. На каждом шагу по ВУЗу. Плохо, плохо. Давайте наращивать объем бюджетников в наших ВУЗах. Но не это исторически отделяет нас от Советского Союза. Не это. Вы постоянно говорите, Советский Союз. Я же считаю, что Советский Союз это была та самая великая Россия, которая строилась тысячу лет. Наши оппоненты из демократического лагеря, они считают, что Россия это тот огрызочек, который называется РСФСР. И вы, по сути дела... Некоторые даже считают, что вообще в Московской княже. Да, да, да. И вот вы практически... Вот я очень верно заметил про это наш выдающийся современник Зиновьев, философ, который сказал, метили в коммунизм, а попали в Россию. Это известная его фраза. Я еще раз говорю, что... Вот либеральное крыло, оно до сих пор живет вот этими иллюзиями, что вот Россия, вот это и есть, скукоржившаяся. А для меня Россия... А можно я вам сказать, какой на самом деле иллюзией я живу? Подождите, Дмитрий Гребович, так вот, для меня Россия как была... Извините, но крепость Кушка или Кушка как построена? Кушка, 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 да. Это российская крепость построена. Южная точка российской империи. Порт Лебава, нынешняя Лепая, это российская. Одесса, это российская. То же самое Батуми, Батум построена. Когда я был там и видел могилы русских солдат, погибших там в годы русско-турецкой войны, это все было мое. Не потому, что я хочу, знаете, помыть сапоги в Идийском Киаде, но это была моя родина, это была моя огромная страна, в которой, между прочим, при всех издержках национальных отношений жили русские спокойно в Таджикистане, в Киргизии и так далее, а латыши спокойно ездили в Узбекистан или там в Чечню, и как бы там ни было, при том, что действительно было и бытовое настоящее, но... А чечены строили, так сказать, совхозные, колхозные постройки. Самое главное, что было ощущение принадлежности к единому советскому народу. Сейчас можно говорить, что это штамп идеологический, но это реальность была, и действительно формировалась, как вот сейчас пытаются формировать на Западе европейскую единую нацию. Мы успешно этот эксперимент провели вот тогда. К сожалению, он был прерван. К сожалению, он был прерван, и оказался не очень успешным. Вот по поводу эксперимента. Очень хорошее слово было сказано. Так вот, как на самом деле видят нашу историю российскую? Просвещенные либералы. Есть, конечно, идиоты под всеми флагами выступающие, но просвещенные либералы видят так, что Россия, настоящая историческая Россия, существовала тысячу лет до коммунизма и будет существовать еще тысячу лет после коммунизма. А коммунизм был, к сожалению, шагом вбок от цивилизации. Коммунизм это был эксперимент насильственно навязанной стране, который изуродовал ее, который нанес ей колоссальный ущерб. Хотя в этом эксперименте, на этом отрезке в 74 года, пока длился этот эксперимент, конечно, было немало и хорошего. Мы действительно победили войну, мы действительно послали человека в космос. Кроме того, мы там выросли, мы сами родились, мы выросли, мы получили образование, мы влюблялись, женились, детей рожали. И все на этом отрезке. Но, тем не менее, в отношении к стране это был насильственно навязанный эксперимент, который закончился неудачей. Вот сейчас мы восстановили нормальное течение исторических событий. Не надо было господам коммунистам заваливать империю в 17-м году. У нее был колоссальный потенциал развития. Империю завалили в феврале. Либералы. В ноябре 17-го года, Сергей Борисович, вы, я не знаю, вы говорите аналитик, вы, почитайте, какой сепаратизм был по России, когда Тамбовская губерния с Тульской губернией не торговали, не пропускали. Кубанская казачься объявила своей автономии о выходе из состава России. Ничего остального и так далее. И большевики на самом деле насильно организовали это все по-новому в единое. Ох, организовали. Ох, организовали. Ну, 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 давайте сейчас пока на этом закончим. Разогнали учредительное собрание, прервали цепочку легитимности, насильственно захватили власть, будучи в колоссальном меньшинстве. И установили красный террор, и развязали гражданскую войну. Молодцы, молодцы. Гениально они. Красный террор был ответом на белый. Да ладно, рассказывайте. Ну, давайте сейчас о другом. 91-й год. Гельцин выигрывает. Вот скажите, пожалуйста, ведь вы же уже знали, что дело идет к развалу Союза, что он поведет. Ничего подобного. Ничего подобного. Во-первых, значит, напомню, 89-й год. Сначала были выборы в народные депутаты СССР, когда мы вместе попали. Мы создали межрегиональную депутатскую группу. Это такая в последнем советском, в первом и последнем советском парламенте это была первая и последняя такая оппозиционная команда. Входила там, кстати, куча академиков, включая академика Сахарова. Мы делали свою программу, вот эту оппозиционную программу. Там было сохранение Союза. Союза суверенной государства. Не Союза, а Союза суверенной государства. Новый союзный договор. Сахаров писал, сидя вот в этом зале съездов народных депутатов. Я с ним рядом сидел. Мы оба на букву С были в одном ряду. Он сидел, и я смотрю, на коленке пишет. Проект Конституции СССР. Сахаровская, она сохранилась. Вот это была наша программа. Какой развал. А Сахаров был тогда абсолютным моральным авторитетом. Он, к сожалению, в 89-м году в конце скончался. Но он был абсолютным моральным авторитетом. Ельцин был всего лишь одним из лидеров этой группы. Спасибо, что вы по поводу Сахарова, конституции его сказали. Вот вы юрист, да? Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к одной из ключевых статей Конституции, к той, которую предлагал Сахаров, к такую статью? Ну, я точно в формулировке. Ну, смысл такой, что любой закон СССР, принятый в Москве, должен быть ратифицирован Верховным Советом Союзной Республики. То есть, вводится поголовная суверенизация всех органов власти. И без решения любого аула нельзя решить... Без ратифицированной республики... Аул все-таки не то. Аул все-таки не то. Нет, а закон не может вступить в силу, если хотя бы одна республика наложит право вето. Уже в Польше известное шляхиство, когда тоже надо было... Да, да, да. Шляхи-чайба. Проголосовать за... Ну, позвольте, академик Сахаров был великим физиком. Либером вето. Но он был нулевым политиком, нулевым юристом. И он не отдавал себе отчет, что вот подобные вещи, когда действительно, ну как можно... Вы представляете, закон Союза СССР, чтобы вор отфицировали все 15... Виктор Имендович, он действительно не был юристом. И никто не собирался... Ну почему вот вы не подсказали? Да никто же не собирался именно в этом виде, в каком он там на коленке написал. Он блестящая конституция написала. Но это был просто памятник мысли. Но понятно, что в этом виде никто бы ее не принимал. Есть федерация договорная, которая основана на договоре. И есть конституционная федерация. Мы, естественно, были за конституционную федерацию, которая не предполагает какого-то права вета у всех субъектов федерации. И так бы, в принципе, и было. И мы к этому шли, между прочим. Я напомню, что... Вот вы ссылались на референдум, да? В марте. Классический такой аргумент. А вот же в марте все проголосовали. Во-первых, Советский Союз старый, в том виде, в каком он при коммунистах существовал, перестал существовать в марте 91-го года, в момент референдума. Потому что референдум проводился из 15 республик, только в 9. 6 республик вообще его не проводили. Вообще это нас не касается. 9 республик проводили этот референдум. И действительно, значит, проголосовали за то, что давайте мы создаем новый, обновленный... За что они проголосовали? За обновленный союз, в котором все права защищены и в котором все республики равны. И вот этот новый союз должен был быть подписан 20 августа 91-го года. Вот и все. Но в июле, в июле. Ельцин нелегко был согласен. Нелегко. Мы его уговаривали постоянно, чтобы он не ушел из Новогорёвского процесса. И у него кипело все внутри. А он уходил. Он пытался, пытался. Полтора... Но команда его уговаривала. 5 лет назад полторане в нашей газете рассказал. В июле после выборов пригласили его на речечку порыбачить. Там, где Ельцин был, Бурбулись и остальные. Значит, там... Он приехал, начал говорить, что, дескать, вот давайте думать, как мы после этого будем налаживать отношения с Горбачевым, с союзным центром и так далее. А ему тогда, в июле, сказали. Те, кто там был. В ближнее окружение Ельцинова. Прекрати. Сейчас чуть-чуть времени пройдет. Ни с кем, ни о чем договариваться будет не надо. Понимаете, мемуары... Мемуары... Стука достаточно сложная. Одни помнят одно, другие другое. Но я, правда, на рыбалке... Я вообще избегал таких вещей, где потом прием акваголя специально не ездил. Ну да, там же потом могли из борта сбросить. Нет, не поэтому. Ну, потому что считал, что это неправильно, это неприятно. Но в любом случае, одни помнят одно, другие другое. И я бы так вот просто на слово любому мемуаристу не верил. Никто не опровергал. Подождите, а что опровергать? Факт остается фактом. Вот давайте на позиции фактов и документов останемся. Вот этот проект союзного договора, новый, который должен был быть подписан 20 августа, парафировали, парафировали все лидеры девяти республик. И они уже ехали на подписание. Значит, Кравчук, великий и незалежный, уже в машине сидел и двигался по дороге в Борисполь, когда ему позвонили, что можно не ехать в Москве путь. А он уже хотел лететь туда на подписание договора. Так что вот это факты и документы. А кто там что кому сказал во время рыбалки, ну давайте мы оставим это на совести мемуаристов. Ну давайте вернемся к этому договору о создании Союза Суверенных Государств. А что там написано было в этом договоре? Почему до сих пор, почему до сих пор? Этот проект так широко, ну не размещен, ни в интернете, нигде его нету. Договор. Закончим передачу, пришли вам. Хорошо. Так вот, содержание этого договора, это то, что подписали в Беловежской пуще в декабре 1991 года. Практически. То есть действительно, как единое государство, Советский Союз после 20 августа должен прекратить свое существование. После этого каждая республика забирала себе тот самый суверенитет, сколько могла себе проглотить. Все она забирала себе. И Союз как таковой прекращал свое существование. И то, что случилось 19 августа, это была последняя безнадежная, глупая, по своей сути, попытка остановить процесс. И, кстати говоря, руководители тех республик, которые до этого говорили, что да нам ваш референдум, мы не имеем к нему отношения, они, по-моему, чуть ли не первые доложили, что они горячо поддерживают, наводят порядок. Могу вам привести к примеру. Из Прибалтики. Да, вот известный был президент Грузии Городского Гурдия, который один из самых таких ярых. Вот они как Грузия не понимали сейчас. Москва ничего не могла сделать. Он начал первые практически в бывшем Советском Союзе создавать национальные воинские формирования, так называемую Национальную Гвардию. И Москва, ну, Горбачев, ничего с этим не мог сделать. Так вот, 19 утром, значит, а да, сразу после ГЧП, когда стоял съезд тот печально знаменитый Союз СССР, там был присутствовал командующий войсками Закавказского военокруга генерал Патрикеев. Ну, и он был там все в шоке от того, что произошло после 19 числа. И рассказывает. 19 числа ему, командующему войсками Закавказского военокруга со штабом в Тбилиси, впервые за там за два года звонит президент независимой Грузии Комсакурдия и говорит, товарищ командующий, значит, я подписал указ о распуске Национальной Гвардии, я подписал указ о признании ГКЧП, я обязан выполнять все распоряжения, распоряжения директивы ГКЧП. И говорит, все. О, а потом, когда началось то, что началось в Москве, конечно, все это рухнуло. В Риге, в Риге, ну уж позвольте, я знаю, оттуда, да, командующую войсками Прибалтийского военокруга Кузьмину перезвонило все руководство Латвии по одиночке, не сразу, не совместно, а по одиночке, по Кремлю, ну там, по вертушке. Все подтвердили, что у всех лежат портбилеты в сейфах, что, да, вот, бес попутал, что они связались с этими проклятыми националистами, сепартистами, но мы готовы, кстати, действовать на то, чтобы наведить порядок в стране. Ну, страх-то сидел глубоко, это понятно, да. Все пытались страховаться, кто же знал, чем закончится. Так вот, я о чем веду речь? Что, понимаете, вот то, что произошло тогда, в 91-м году, крушение Великой России, оно нам еще дорого и кнется. Хотя, я считаю, еще не вечер. Вы знаете, вот что мне оптимизм. В Риге у нас был такой 289-й окружной военный госпиталь. Это еще было Петровских времен построено. И на центральном входе старые, знаете, такие типичные двухэтажные здания, кирпичные, вот, в Питере их много такие, ну, Петровских времен. Ну да. И вот доска, там такой текст был. 289-й окружной военный госпиталь в городе Риге был сформирован по указу Петра I от там какого-то числа 1703 года. В августе 1915 года, в связи с приближением фронта немецких войск к Риге, госпиталь был эвакуирован в город Вологду. В июне 1940 года, в связи с восстановлением сельской власти в Латвии, военный госпиталь вернулся из эвакуации на постоянное место базирования в Ригу. В июне 1941 года, в связи с началом Великой Отечественной войны, охрана военной госпиталь вернулся в Вологду. В октябре 1944 года авиационный госпиталь вернули. И, понимаете, вот там история страны, вот история страны. Когда Россия слабела, она уходила, ну, сжималась как бы. Его сейчас эвакуировали? Да, да, его в 1991 году. В Россию? Да, да, да. Место на табличке есть? Будет. Слушайте, вот все-таки по этому поводу короткий комментарий. Вот смотрите, история ведь сложная штука. Вот вы сейчас рассказали эти эпизоды. А что помнят многие, ну, по крайней мере, те, кто читают исторические труды в той же Латвии, о том, что тот же самый Петр Первый, ну, раза три или четыре осаждал Ригу и дважды брал ее стурмом. Причем солдаты не церемонились после стурма. Вот вы помните... Там не латыши ведь сражались. Вы помните эти эпизоды. Такие солдаты не церемонились. Не, но мы же вспоминаем Петра Первого. Человеки не церемонились еще больше, когда мы говорили. Тоже, хуже даже не церемонились. Но просто, ну, каждый помнит какую-то свою часть истории. Я просто об этом говорю. Петр Борисович, вот по поводу этой истории, да, есть замечательные слова. Кстати, Петр Первый, извините, он же за ту территорию 2 миллиона ефимков, по-моему, заплатил. Заплатил, заплатил. Так вот... Так может, они нам сейчас вернут? Не вернут. И все, шведы... Так вот, вы знаете, вот, опять же, возвращаясь к той самой империи. Вот известный деятель тех времен Юрис Бойерс, может быть, с ним встречались, это был один руководитель Народного фронта Латвии. Ну, встречался, конечно, да. Ну, тогда, в то время. Он тогда, в 1921 году, написал, ну, там, эссе по истории Латвии, там есть такие строки, почти дословно цитирую, что «В течение 200 предшествующих Северной войне лет через территорию Латвии там четыре раза прокатывалась опустошительная война. В результате территория Латвии обезлюдила. Туда должны заселять татар, чтобы как-то эти территории. И только в 1723 году, после поражения Швеции в Северной войне, на территорию Латвии пришел мир, и, наконец, появились условия для объединения территориальной, для создания латышской нации, которая сформировалась в условиях Российской империи во второй половине XIX века». Понимаете, вот удивительна была империя, которая, казалось бы, должна была использовать метод, скажем, тех же немцев, которые славянское племя пруссов извели под корень. А тут приходят оккупанты русские, берут этих крестьянских детей, посылают их в лучшие российские вузы. Российская империя была иной. И действительно она развивала те территории, которые она включала в состав империи. Это понятно. Так ведь и Советский Союз продолжил эти традиции. Он тоже был иным. Вот если бы, если бы, это вот та самая империя, которую в 17-м году завалили большевики, если бы она продолжала развиваться нормальной, органически... Кончилась империя уже к лету 17-го года. Сергей Борисович, миленький, наскадры, прикончили ее, прикончили. Развитие городов и так далее. Вот если бы она органически продолжала развиваться, все было бы неплохо. Возвращаемся все-таки к договору, который мы, к сожалению, не подписали 20 августа 91-го года. Присылаю вам текст. Послушайте только, в каком союзе мы могли бы сейчас жить. Я уверяю вас, что вы сами захотели бы жить. Значит, первое, значит, общая внешняя политика, общая армия, общая валюта с единым эмиссионным центром. Все это было там записано. Значит, что там еще было общее? А, общий президент. И в дальнейшем, там не прописано жестко, но в дальнейшем будет и общая союзная конституция. А пока на основе договора это все существует. Да, вот так было написано. Я уверен, что это было бы вполне нормальное, жизнеспособное государство. Жаль, что не состоялось. Что касается сейчас... Нет, нет, нет. Ничего подобного. Вот АКБ. В СНГ было способом цивилизованного развода, чтобы вообще не разбегаться. К сожалению, эта возможность была упущена, но не навсегда. Вот сейчас давайте мы станем невероятно притягательными для наших соседей, образцовыми, модельными, и пусть они к нам подтянутся, и добровольно будем интегрироваться. Мы же интегрируемся сейчас с Казахстаном и с Белоруссией. С Белоруссией. Вот и все. Вот вам ядро. Вот вам уже интеграционное ядро. Давайте приглашать, приглашать, подтягивать. Сергей Григорьевич, вот СНГ, Сергей Борисович сказал, что это был вариант развода. Как сейчас некоторые дамы говорят, модные очень, это такой дружеский секс с бывшим, понимаете? Когда разошлись, а потом непонятно, кто кого, что называется. У меня к вам по тем выборам вопрос. Скажите, пожалуйста, Компартия, она же понимала, что Гельцин суперпопуляренен. Извините, что я опять вернулся. Вот вы, когда избирались у себя в Стучково, где вы обеспечили разные кандидации, 9 человек договорились. Мы, вернее, даже не 9, а больше, мы все выступаем против Единой России. И 9 человек прошло, Единая Россия не прошла. Да? И едва независимо. Нет, там было так, прошло 5 человек с Единой России и 10 человек из оппозиционного этого блока. То есть 2 трети голосов у нас. Вот. Вроде бы нормально, так и должно быть. И вас избрали главой, так сказать, поселения, а сейчас уже перестали им быть, понятно. Потому что там что-то опять нашли. Вот. Но почему тогда? Зачем это было? Рыжков, Макашов, Тулениев. К сожалению, понимаете, вот как не горько мне советскому батриоту признавать, наша советская элита к этому времени выродилась. Она уже потеряла даже чувство... Она просто даже утратила чувство самосохранения. Они, знаете, вот как обреченно их несло бурным потоком, и казалось бы, вот эту вот лодку надо как-то грести куда-то. Они или бросали весла, или просто вот смотрели, как приближается вот этот вот водопад, в который они рухнут. Я вот смотрел по съезду на роду депутатов СССР. Ну там 4 пятых съезда, это были коммунисты. Конечно. Коммунисты. То есть, казалось бы, КПСС, ну вот как сейчас, например, Единой России, застраивает всех. Наша команда 1-5-й, мы ни одного голосования не могли провести, ни одного голосования не могли. Не было в КПСС Жириноскому, он скрепил всех. И когда я выступал уже, когда я видел, что... Ну я был членом КПСС, да, ну в принципе, я был дисциплинирован членом КПСС, да, у меня вызывало многие там вопросы, ну скажем, тот понятие пролетарского интернационализма, классовой борьбы, то есть я уже... Ну я сомневался в этих вещах, потому что жизнь реально показывала, что... Ну да, уровень, этап развития уже был. Да, да. И я ожидал, что меня члены КПСС вызовут, там, ну соберут Горбачев, коммунистов, скажут так и так, уважаемые товарищи. Горбачев, так и так, партийные дисциплины. Да, 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 фракция, мощная фракция. И когда я вижу, что нет ничего, тогда уже было я вынужден пойти на создание группы «Союз». Потому что нужно было какие-то лозунги. Лозунг 1 – спасение страны, сохранение единого государства. Это был самый такой, среди депутатов популярный лозунг, потому что все-таки большинство прекрасно понимали, что ничего хорошего не ждет вот при распаде страны. И мы объединились в этой группе. Но ведь нам же никакой помощи не оказывалось. Вот в чем проблема. Поскольку мы критиковали Горбачева, мы выступали не только между регионалкой. Вы и Горбачева, и Ельцинова. Да, да, да. Мы с одного фланга, а не с другого, да. И в результате мы получили то, что получили. И я вот до сих пор не понимаю, как так. Мощнейшая структура, обладавшая абсолютной властью в стране, она просто все это профукала. А почему? Потому что действительно, ну, как бы там ни было, но уже они выродились. Ну, вспомним трясущиеся руки Янаева на пресс-конференции 19 июня. Вот я представляю, скажем, там, ну, кто-то там, ну, не знаю, Жуков, там, кто-то, чтобы вот что-то оказалось в аналогической ситуации, и чтобы у него тряслись бы руки, когда он вот так вот в этом, ну, какие-нибудь решительные меры там предлагал, ну, не знаю, там, по обороне Москвы, или там что-то так, ну, то есть вот такие кардинальные. Ну, ладно. А знаете, что стало критической точкой? Даже Хрущева и Брежнева невозможно представить. А знаете, что критической точкой стало? Даже не 91-й год, а 90-й. Я вот сейчас тщательно все просматриваю, архивы все. Как историк много чего сохранил. Критической точкой было, я пришел к выводу, 90-й год. Ведь все-таки действительно от экономики очень многое шло. Действительно вот это зрелище пустых магазинов, это ежедневное унижение людей, которые ничего не могли купить, которые с этими талонами там толкались куда-то, дошло до табачных бунтов. Значит, вот это, конечно, нужно было решать срочно. И сейчас многие иронизируют над программой там 500 дней Явлинского и так далее. Но это была как бы идея за 500 дней напринимать нужных законов для экономики. Но потом же мы пошли дальше, об этом сейчас никто не говорит. Значит, единственный случай был, когда Горбачев и Ельцин договорились и создали совместную команду во главе с академиком Шаталиным. Светлой памяти человек, матерый, глубокий, очень мудрый человек. И вот эта команда, где были все советские академики, экономисты, на основе этих самых предложений Явлинского сделала очень мощную программу реального перехода, поэтапного, деликатного перехода к рынку, программу Шаталина-Явлинского. Причем от Шаталина там было существенно больше, чем от Явлинского осталось. И эту программу в сентябре 90-го года выносят, согласованную Ельцином, согласованную Горбачевым, выносят в Верховный Совет и начинается шум. Товарищ Рыжков, который тогда возглавлял правительство, говорит, если эту программу принимают, я ухожу в отставку, что, кстати, логично, если принимают не его программу. Горбачев говорит, нет, спокойно, мы ее снимаем с голосования, берите и дорабатывайте дальше. И дорабатывайте дальше, и дорабатывайте дальше. И все. И вот с этого момента мы покатились к 91-му году. Сергей Борисович, вот я хотел бы обратить внимание. Кто мешал это продавить? А я объясняю, кто мешал это продавить. Невозможно проводить одновременно и экономическую, и политическую реформу. В условиях, когда страна развалится, когда полный бардак, никто не выполняет. Но здесь вроде все договорились. Нет, извините, каждый все равно при этом остался, знаете, все вроде согласны, а в то время каждый держал фигу в кармане. Дело объединяет. Вот смотрите, Китай. Китай вначале прошел через Странный Мень, ввел опять, по сути дела, единомыслие. Я знаю вашу теорию, что нужен был наш Странный Мень. У нас это не получилось, почему? Потому что в стране бардак, страна развалится, никто ничего не выполняет, никакие распоряжения власти. И в этой ситуации что-то проводить, какие-то реформы, ну это, извините, это просто наивность. Знаете, Горбачев ввел талоны в 89-м году. Ситуация с потребительскими товарами ухудшалась каждый год, все больше, больше, больше. Они по регионам и раньше вводились. Ну по регионам, да. Ну я имею в виду Москва, Московская область и так далее. В 90-м году Ельцин фактически лишил союз экономических рычагов. Он перевел все финансовые потоки под российские власти и так далее. Ситуация стала ухудшаться еще больше, еще больше. Вот это специально делалось? Потоки он не перевел. Единственное, что было сделано, это он переподчинил себе отдельным указом, переподчинил себе банк. А банк России? Банк России. Как это же... Значит, но это никак не сказалось на потоках. Переподчинил и переподчинил. Вот и все. Сергей Борисович, вы оставляете... Нет, но он же не сидел в этом банке и не говорил, вот этот сюда, вот это сюда, вот это сюда. Даже комиссаров никаких не послали туда. Как был Герасенко, так и сидел. Ну что, что Ельцин тогда понимал в союзных финансах? Горбачок, Горбачок. А у него были люди. Яг Герасенко заезжал тогда советоваться. Он сидел и рулил. Никто ему на самом деле не мешал. Значит, вот все-таки возвращаясь... То есть Герас вообще крутил свою историю? Ну, во всяком случае... Вот эти два были, он послал одного, сказав у меня президента... Потом он сказал другого, сказав у меня президента России. Скорее всего так. Но он рулил это точно. Он рулил это точно. Понимаете, одна из главных причин распада Советского Союза, то, что в Москве образовалось два центра власти. Наступило двоевластие. Когда был союзный центр и центр РСФСРский. И в этих условиях страна уже была обречена. Потому что началось притягивание каната или одеяла. Я вот просто сужу по себе. Вот, например, ну прямо я своими глазами ощущал, что депутаты РСФСР, которые считались такими сторонниками демократии и прогрессивными людьми, в отличие от реакционеров в союзном парламенте, они испытывали комплекс неполноценности. Потому что они в какой-то мере внутри ощущали себя депутатами второго сорта. Что над ними есть... Второго уровня, да. Над ними вышестоящие есть депутаты. И уже там у них, даже у моих хороших друзей, которых патриоты России, у них было, ну вот я чувствовал просто... Вбросить иго. Да, вот как бы избавиться от вот этих вот там союзных... Такое психологическое такое ощущение было. То же самое ветви исполнительной власти. Какой, кстати, я буду выполнять распоряжение господина? Еще Гельцин был не одинок. Был целый слой. Огромное количество. Огромный слой, огромный. Огромное. В бюрократии, в управлении. В свое время ведь Сталин, ведь эту проблему... Не мы первые столкнулись с этим вот двоевластием. Первая попытка, как мне кажется, ввести двоевластие в РССР была принята еще в конце 40-х годов. Вот знаменитое Ленинградское дело. Кузнецов и Вознесенский, да. Они начали пытаться вводить тот самый суверенитет России с РСФСР, который позже ввели в 91-м году. То есть пока только на уровне разговоров. А давайте мы создадим отдельную компартию РССР. Кстати, об этом все молчат, но мощнейший удар по ССР нанесла не только декларацию о суверенитете, но и создание отдельной компартии РСФСР, которая появилась как раз в те месяцы. Значит, давайте мы создадим свой... Столицу перенесем в город Ленинград. То есть песня вот то, что... Не перенесем, а создадим отдельную российскую. Там будет союзная Москва, а тут будет российская. Академию отдельную, создадим российскую. Потому что почему? Украина и есть. Ну да, понятно. А то, что Россия, Советский Союз, РСФСР, это практически одно и то же. И Россия, РСФСР, она держалась именно за счет этого. И как только об этом стало известно, ведь Сталин же всех расстрелял. То есть он уловил ту опасность огромную, которая исходила из этих настроений в среде чиновничьей бюрократии РСФСР. Сталин начал с того, что их поощрял и благожелательно выслушивал достаточно долго. Они раздухаривались. Достаточно долго, да. А потом опустил всех под нос. Когда он осознал ту огромную опасность... Талантливейшие люди были, особенно Вознесенский. И он расстрелял. Слушайте, а вот у меня к вам... Вот у меня два вопроса всего еще осталось. К сожалению, их-то, конечно, больше. Но время программы, оно просто-напросто... Оно заставляет сужать вот какие-то рамки. А вот если бы Ельцин, ну, скажем так... Прямыми словами называть у игроков. Если бы Борис Николаевич не спился вот так, закончил, где бы мы сейчас были. Но в истории не бывает. Хорошо, если бы он не был... Вырежем этот там или как? Если бы он не был так подвержен некоторым... Вредным привычкам. Вредным привычкам. Ну, вы знаете, это... Где бы мы сейчас были вообще? Вообще, это... Возникла-то эта проблема попозже и действительно была связана с колоссальными перегрузками, которые на него падали. И она возникла попозже, уже в разгар реформ, которые проводились в России. Я реформ таким сложным оттенком произношу, потому что там были и ошибки, конечно, колоссальные допущены. Так вот, тогда именно проблема началась. И я-то продолжаю оставаться на той позиции, что ему не стоило идти на второй срок. Что надо было тогда позаботиться о преемнике. Потому что все самые тяжелые ошибки пришлись как раз на второй его срок. Именно тогда были аукционы залоговые, именно тогда начался разгул олигархии, именно тогда воззошла звезда Бориса Абрамовича Боризовского, не к ночи будь помянут, и так далее. Это все было во втором его сроке. Не стоило ему на второй срок баллотироваться. Вполне он мог отойти в сторону, стать таким гуру реформ и Дэн Сяопином, а найти достойного преемника. Думаю, что издержки были сложного периода 90-х умножены вот этой ошибкой. Но это мы сейчас можем рассуждать из сегодняшнего дня. Тогда, конечно, я убежден, что особенно в первой половине 90-х львиная доля всех решений, которые принимались, были вынужденными решениями, пожарными решениями, такими спасательными реакциями. К сожалению, вот так. Раньше нужно было договариваться, дорогие друзья, раньше. Нужно было в 85-м году, в 86-м году, вот тогда надо было договариваться. Готовы были там вся эта интеллигенция, которая бурлила, которая требовала перемен, спокойно провела бы лет 10-15 в оппозиции. Спокойно, если бы видела нормальное поступательное движение реформ сверху. Требовали бы большего, конечно, скандалили бы, критиковали бы, но были бы в оппозиции и шел бы процесс вперед. Раньше, когда мы попытались это сделать уже в 90-м, в 91-м году, казна была пуста, свыше 100 миллиардов долларов долг, товарных запасов на нуле, и везде, везде, везде уже возникли элитные группировки всех республик, которые румлили строго на выход. Вот тогда рассылать воздушно-десантные полки и танки по всем окраинам огромной империи было уже поздно. Попытка была в Баку. Чем она закончилась? Колоссальной бойней. И Верховный Совет Азербайджана после этого принял специальную резолюцию, в которой сказал, что это был акт агрессии со стороны империи, и призвал к сопротивлению. Вот идти дальше этим путем категорически было нельзя. Это было бы не Таняймэнь. Это была бы Югославия, умноженная на 20. Значит, вот сейчас надо просто, чтобы все обрели опыт самостоятельного существования и потянулись друг к другу сами. Первый, вот на мой взгляд, ничего бы не изменилось, даже если Бельц ушел в самом начале, ничего, потому что уже одна вертикаль власти была разрушена, коммунистическая, ее восстановить уже было невозможно, и в этой ситуации власти не было вообще никакой. И второе, вот обратите внимание, что вот хотя Сергей Борисович тут говорил по поводу большевики уничтожили империю, но реально у нас ведь за последние 100 лет два случая. То есть в феврале 17-го года к власти, по сути дела, пришли российские либералы, ну или, по крайней мере, близкие с либеральными идеями. В результате их полугодовой деятельности либералов... Ну, геренский социалист. Какой он либерал? Социалист. Ну, демократический лог. Левый. Вы еще скажите, что они с Лениным закончили одну гимназию. Ну, конечно. И поэтому от Ленина... Очень немного было отличий. За полгода, с февраля, по... Либералы. Они страну покрошили на кусочки. В результате страна развалилась. В 90-м году, в 91-м году, либералы вновь берут вверх, и опять страна разрушается. Поэтому первопричина в том, что вот вина либералов, российских либералов в том, что в отличие... Ну, мне приходилось встречаться с теми американскими либералами, да, все-таки у них всегда есть приоритет государства. Для них США это священно. Вот все, что угодно, любые политические там высказывания, любая политическая деятельность, но это не должно вредить целостности государства. Российские либералы, к сожалению, горькому сожалению, они исповедуют ту самую... Вот был в первой половине 19-го века известный, ну, может быть, малоизвестный, верея, российский поэт, публицист Петерин. Так вот, он написал такие сроки туда, по-моему, в 40-м году. Как сладостно отчизну ненавидеть и жадно ждать ее уничтожения. Это написал российский либерал образца 19-го века. И вот, к сожалению, наши, а уже у Сахарова... Мы осуждаем таких либералов, нам не нужен такой хоккейник. А уже у Сахарова, в его круге первом, один из главных героев, говорит такую вещь. Я живу в такой ужасной стране, что если бы на нее сбросили атомную бомбу и уничтожили бы всех, это был бы самый лучший выход. Ну, взгляды героя литературного произведения надо приписывать самому писателю. Пока российские либералы не поймут... Сахарова был сторонником конвергенции, кстати. Пока российские либералы не поймут, что в условиях, когда действительно Россия огромная, уникальная, это целая цивилизация, которая является одним из кирпичиков мировой стабильности. Без России мир обречен. Если Россия действительно исчезнет, она распадется. Вот смотрите, еще Сахаров был сторонником, по-моему. Ему предлагал испытать парочку торпец ядерным зарядом на Калифорнии. Это было в ранние этапы его творчества. Поэтому вот на той либеральной идеологии, которая... После того, как он термоядерную, мощнейшую в мире, кстати, термоядерную бомбу взорвали мы в 61-м году, 50 мегатонн содрогнулся мир. Сахаров получил за это третью звезду героя в 62-м году. И предложил 100 мегатонн взорвать. И после этого перешел к общественной деятельности. Ну, фокалитарно, КПСС схватила разума. Заканчивая ответ на ваш вопрос. Так что вот мне больше нравится вот это его наследие, которое после 62-го года... К сожалению, вот эта вот либеральная идея, да, ведь она, по сути дела, по крайней мере, в экономическом плане, она до сих пор остается главенствующей в нашей стране. Правительство проводит либеральную экономическую политику, а мы знаем, что есть базис настройка, а базис экономика, она все равно развивается по... Либеральному рецепту, рынок, 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 все решит, приватизация все решит, все будет отлично. В результате, а без базиса не может быть настройка. Ну, либералов у нас, извините, все-таки мало, да? Как? Ну, потому что он... Нас надо охранять, охранять нас надо, как ландыши. А никто, знаете, как у нас обычно... Которые в Красной книге. Вы говорите, что либералы преклоняются перед всеми странами, значит, хотят уничтожить страну. Гораздо чаще, вот как в анекдоте, что, значит, познакомился с русскими, стали друзьями, всю ночь пили водку, всю ночь они у меня убеждали, что они живут в самой плохой стране в мире. Где самая плохая власть, где самые плохие люди, где самые плохие дороги. Под утро, когда я с ними согласился, они начистили мне морду. Лучше бы я этого не делал. Слушайте, вот как на одни и те же события, все-таки два взгляда. Вот согласно Виктору Имонтовичу, значит, либералы в 17-м году все провалили, и в 91-м. На самом деле, у меня другая точка зрения. Вот большевики завалили империю в 17-м году, войдя на входе в эксперимент, и завалили еще раз на выходе из эксперимента в 91-м году. Потому что до... Кому перешла власть? Вот, вот, вот. Давайте все-таки не уходить от коллективной, политической, партийной ответственности. Все, что происходило в Советском Союзе до 19 августа 91-го года, за все это отвечает коммунистическая партия Советского Союза, правившая монопольно и бывшая единственной партией и властью в стране. Наша ответственность с 20 августа начинает. Временное правительство уже после Российской империи, когда империя прекратила свое существование. Временное правительство за 8 месяцев своего существования во главе с социалистом Керенским ничего не развалило ровным счетом. Ничего не развалило. Ничего не развалило. А готовило проведение учредительного собрания и конституцию, под которую собирать готовы было страну. Но, к сожалению, большевики разогнали учредительное собрание, в котором они были в меньшинстве, и начали колоссальное насилие страной. Напомню, напомню, что единственный пример, единственный в истории, когда партия большевиков провозгласила два лозунга. Помните Ленин, апрельские тезисы? Мы выдвигаем лозунг поражения собственного правительства в войне. И превратим войну империалистическую в войну гражданскую. Это апрельские тезисы 17-го года. И на это они начали работать. Предательская абсолютно позиция. Завалили прекрасную страну, которая могла развиваться уже как конституционная монархия. Это единственное, что сделали либералы. Несчастный Гучков с Меляковым явились к царю. И царь-батюшка, разреши ответственное правительство и конституционную монархию. Дорогой наш царь-батюшка, сказали они. Вот и все. Кстати, Временное правительство само себя назначило еще. Нет. Сейчас, секунду, секунду. Хотя могло и само назначить. Социалисты там все что угодно могли сделать. Ваши два взгляда на одно событие, на одно действие и так далее. Вы это сказали сейчас. Я хочу услышать Ваши два взгляда на отгроханный за миллиарды, бюджетные миллиарды рублей, Ельцин-центр. Вы считаете, это нормально? Нет. Я категорически против, потому что, понимаете, на мой взгляд, эта эпоха была эпоха позора. Эпоха гибели или поражения Великой России. И Ельцин имел к этому самое непосредственное отношение. Я считаю, что вот такому человеку воздвигать память такие монументы или такие сооружения цифропические, это неправильно. Потому что, ну, лучше бы, знаете, обойтись без этого. Поскольку, по сути дела, воздвигли памятник человеку, который уничтожил историческую Россию тогда в девяносто первом году и тратил сегодня на это деньги, это было нечего. Наполеон тоже Франции принес в конечном итоге кучу несчастья и чуть ли не разрушил Францию. Но у них почетный польза. Но позвольте, но Наполеон не уничтожил страну. Не уничтожил страну. Он из-за нее боролся. Исперия погибла при Наполеоне. Одна страна-то осталась. И сама, собственно, вот французская республика-то осталась. Там только династия другая. Ну, и слабого России. А ведь Ельцин совершил то, что это преступление. Моя точка зрения. Значит, сколько там было потрачено, не знаю. Но можно вполне и депутаты могут потребовать отчеты и так далее. Я думаю, что там слухи о немеренных миллиардах существенно преувеличены. Кстати, вы станете депутатами? Да, да. Потребуйте, а? Потребуем. Пусть покажут, какие там бюджетные. Какое было бюджетное финансирование? Давайте выясним. А вот пока, так сказать, мы это не выяснили. Я предлагаю не спекулировать на тему цены. А вот что касается самой идеи. Значит, идея создания президентских центров на основе, кстати, библиотеки. Там главное – это библиотека и музей. Абсолютно правильно. Это хорошая традиция. На открытии этого Ельцин-центра с музеем и библиотекой я был. Я выслушал выступление президента России Путина. Там выступал и второй, третий, точнее, по счету, президент России Медведев. Значит, это будет теперь традицией, что каждый уходящий президент имеет такого рода центр. Но не значит, что он в собственности имеет, на самом деле. Это… А почему Горбачеву такой центр не воздвигает? Вот, кстати… А он в нем живет. В Горбачеву. В Горбачеву живет. Вот такое. Вот такое. Одно минусе. Смысл в чем? Конечно, Ельцин-центр уступает. Это традиция. Это традиция есть во многих странах. Значит, там главное – это библиотека, это музей, это накопление материалов, это возможность прийти, почитать подлинные документы, увидеть какие-то фильмы документальные снятые, увидеть частичку российской истории. При этом, пожалуйста, кто-то может… У вас этот фешенебельный дворец поразил? Да никакой он там не фешенебельный. Хороший, современный, действительно, но никакой там ценных пород дерева, никакой позолоты, ничего нет. Да, стекло, бетон, современно. На мой взгляд… Ну, я видел два этажа. Но, наверное, там еще где-то что-то есть. Бог его знает. Значит, еще раз хочу сказать, что никакой вызывающей роскоши там нет. Сама идея абсолютно правильная. И цель просветительская. И мы таким образом собираем российскую историю. Вот страна, которая… Момент вот этого важного рождения, важного государственного проекта, это было не рождением страны, у страны тысячи лет, а это было рождение нового государственного проекта. Вот этот момент рождения нового государственного проекта нельзя проклинать и объявлять черной дырой. Мы должны критиковать, мы должны верно оценивать. А с одной стороны, с другой стороны, мы должны идти вперед и понимать, как сложно, как трудно, какой дорогой ценой мы рождались. И тем самым дорожить вот этим нашим единственным на сегодняшний день государственным проектом, в котором будем мы с вами жить, наши дети и внуки. Спасибо. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо.